Добрый день, мои любимые зрители! Я сегодня вам покажу несколько средств, которые помогут избавиться от прыщей за один день. То есть, например, у вас важное мероприятие. Выскочил прыщик на лице, который портит всю красоту. Быстро избавиться помогут вот такие вот доступные средства. Не буду показывать там каких-то сложных. Все они у вас есть. Давайте приступим. И я думаю, что они вам помогут. Обязательно. Первый, самый простой, это зубная паста. Перед сном выдавите на палец горошину зубной пасты. Желательно, конечно, без ментола, потому что будет очень сильно сжечь. Помажьте прыщик и спокойно душой ложитесь спать. Утром вы обнаружите, что все не так уж и плохо. И тонкий слой тонального средства. И можете уже не так сильно переживать. Сок алоэ. Если у вас дома растет алоэ, используйте его. Но если у вас нет, то можете купить в аптеке. Так, пользуемся. Так, берем палочку. И обмакиваем сок алоэ и наносим на прыщик. Кстати, хочу отметить, что это средство не подсушивает только что, которые вскочили прыщики, а быстрее заживляет уже, которые созрели, которые красного цвета. Если у вас растет алоэ, то просто выдавите из растения сок и помажьте им воспаленные участки кожи. Как я уже сказала, созревшие, красного цвета. Следующий это спиртовой раствор солициловой кислоты. Можно найти в любой аптеке. Стоит копейки. Солициловая кислота быстро уничтожает бактерии и мгновенно подсушивает все прыщики. И поэтому пользоваться нужно так. Берете небольшое количество кислоты на ватный диск и протираете им лицо. И уделяя, конечно, особое внимание воспаленным участкам. Следующий, правда, вонючий совет. Это касается чеснока или можно лук. Его нужно разрезать пополам и местом среза приложить к прыщику. Отлично убивает микробы, поэтому воспаление быстро проходит. Но единственное, вот этот запах. Я не могу. Если вы не любите, то не пользуйтесь этим способом. Можно, конечно, лук. Он помягче пахнет. Так, процедуру нужно повторять каждые несколько часов, но будьте очень аккуратны. Нельзя слишком долго держать чеснок, так как он может вызвать ожог. Вы, наверное, знаете. Но лук тоже. Поэтому очень аккуратно. Это крайний, наверное, случай, когда уже ничего не помогает. Следующий совет это аспирин. Нужно взять одну таблетку аспирина, добавить немного воды и размельчить. Получается вот такая кашица. Эту смесь нужно нанести на воспаленную участок кожи и оставить на ночь. Это средство ночное. Утром от прыщика не должно остаться и следа. Следующий совет это лимонный сок или лимонная кислота. Лимон обладает вяжущим свойством и поэтому эффективно подсушивает прыщики. Кроме того, в нем содержится много витамина С, вы, наверное, знаете, который укрепляет кровеносные сосуды. Нужно выдавить сок из лимона, из свежего, или взять лимонную кислоту. Добавить немного воды и сделать вот такую кашу. Берете диск, это средство, и протираете все лицо. Если у вас сухая кожа, это очень важно, то средство лучше наносить только точечно, непосредственно на каждый прыщик при помощи, например, диска. Для лучшего эффекта можно смешать со свежим яичным белком лимонный сок. Ну и последнее это зеленый чай в кубиках льда. Нужно заварить свежий зеленый чай, остудить и заморозить его в форме для льда. И потом протирать лицо. Ну и последнее, что я хотела сказать, что прыщики можно выдавливать очень-очень аккуратно и только к тому же созревшие. Гнойные стержни, которых уже виден на поверхности кожи. Ну, не буду я вам показывать. Если прыщики еще красные, ни в коем случае не трогайте его, а лишь подсушить тем, что я вам показала. Всем красивой кожи! Надеюсь, вам эти способы помогут. Всем пока-пока!